Украина как единое унитарное государство в нашем понимании могла существовать в том виде, в котором она существовала и после распада Советского Союза в течение 20 лет только в виде такого образования советского образца. Потому что эта интернациональная идеология, которая лежала в основе существования этого государства, она объединяла фактически два разных народа. Значит, Восточная Украина, которая всеми корнями была связана и которая органически вышла из состава российского государства, и Западная Украина. Значит, очень своеобразное такое образование со своеобразным менталитетом населения и с той сформированным пониманием того, что из себя представляют украинцы, которые проживали в Львовской области, вокруг вот этих западных регионов, на формирование такого осознания своего положения и своей нации во многом сыграла австро-венгерская монархия и подход, который был к формированию этой украинской нации в западных территориях. Значит, вот эти две составляющие, когда две различные души были на Украине, одна восточная православная и одна западная униадская или католическая, они могли существовать в рамках одного единого государства совершенно различными подходами только в пределах той советской системы, которая объединяла их. Когда советская система и модель развития государства была прекращена, то какое-то время по инерции эти две прямо противоположные души каким-то образом какое-то время уживались в рамках одного единого государства. После того, как пришедшие к власти на Украине политики взяли курс на создание такого жесткого национального украинского государства и попыток навязать модель развития этого государства восточным украинцам, стало понятно, что на каком-то этапе рано или поздно в рамках единого унитарного государства Украина существовать не сможет. Когда на каком-то этапе вот эти настроения, националистические особенно настроения, которые вносили западные украинцы, и особенно вот те события, которые произошли в феврале месяце в Киеве, они практически поставили вопрос о необходимости существования двух государств. Либо в рамках единой федеративной республики, либо мирного такого необходимости, мирного развода западных украинских государств и восточное, создание необходимости восточного государства. В моем понимании, в каком направлении будет двигаться развитие ситуации, во много зависит от того, какую позицию займут киевские власти. Смогут ли они понять ту конкретную ситуацию и тот конкретное настроение, которые существуют в восточной и юго-восточной Украине, и пойти на такие цивилизованные политические действия для того, чтобы откликнуться на потребности и запросы восточных украинцев и русского населения России, или будут игнорировать их. Если хватит с помощью мирового содружества подсказок, с помощью российского государства, хватит у них такого серьезного подхода и учитывать, учетом мнения настроений восточной Украине, тогда ситуация может развиваться мягким путем. И мы, возможно, получим в конечном итоге на выходе из этой сложившейся ситуации два украинских государства в рамках одного единого федерального государства. Если же не хватит этого взаимопонимания и оценки практической и конкретной ситуации у киевского руководства, то дело может кончиться таким очень жестким противопостоянием. Конечно, хотелось бы, чтобы дело не дошло до широкомасштабных военных действий, до возникновения гражданской войны, а дело бы все-таки закончилось за столом переговоров и был проведен цивилизованный нормальный референдум, на котором бы восточные украинцы могли высказать свое мнение по существованию своего государства, по созданию своего государства, по существованию федерации, или высказать, почему бы и нет, если бы на этот референдум был поставлен вопрос о том, что вообще они за выход из состава Украины. Украины